Столько выдающихся и великих людей собрались сегодня в зале, чтобы вместе разделить этот торжественный момент. Вручение книг, которые были написаны для того, чтобы оставить след в историю спорта, и показать читателю, что на Брещене достаточно как специалистов в области физической культуры и спорта, так и ученых-педагогов, которые принимали участие в разработке программ и методических рекомендаций в помощь тренерскому составу. Книга о людях, которые внесли значительный вклад в спорт и науку Беларуси. В ней рассказывается о 84 заслуженных тренерах по разным видам спорта, а в научном разделе 4 доктора наук – Петр Климок, Сергей Репкин, Александр Болотин и Александр Волчек. Научный раздел книги. Там мы включили, в эту книгу мы включили докторов наук и кандидатов наук, тех, которые внесли весомый вклад тоже в развитие физической культуры. Потому что на сегодняшний день без науки достичь высоких результатов в спорте практически невозможно. И в этот раздел, мы сами были удивлены, но попало 4 доктора наук. В книге представлены выдающиеся люди, которые когда-то творили чудеса в спорте, воспитывали чемпионов и погружались в свое дело с головой, чтобы достичь больших высот. Также заслуженные деятели, которые продолжают создавать историю спорта. Например, такие, как заслуженный тренер БССР, судья высшей национальной категории Сергей Соломонович, который присутствовал на презентации этой важной книги. Именно он был первым тренером «Белой молнии» Юлии Нестеренко. Нестеренко подготовила ее на 2004 году, стал олимпийским чемпионком в беге на 100 метров. Люди уходят, а память должна быть о них всегда. Примерно полгода авторы пытались написать о всех важных людях, которые создавали историю спорта, искали информацию с помощью спортивных источников, интернет-ресурсов, сведений, полученных от спортивных организаций и самих участников и их близких. Вы знаете, идея создания этой книги, она давно витала в воздухе, после того, когда мы с Владимиром Николаевичем издали книгу о Бресте «Город над Бугом». Но тогда в этот проект вошли только заслуженные люди, заслуженные города Бреста. И нам подумали, почему бы шире не сделать ее по всей области. Тем более, что накануне юбилея область будет отмечать 85 лет образования в Брестской области. И мы начали работать над этим проектом, долго работали, собирали материалы, и вот вышла эта книга. Эта книга посвящена не только этим ветеранам заслуженным, которые сегодня присутствуют на презентации, но она направлена в будущее, нашему молодому поколению. Мы хотели бы, чтобы эти книги о «Город над Бугом», о «Тысячелетии Бреста», где отражено много в нашей отрасли моментов, и чтобы эта книга была и где-то на факультетах. А книга направлена на молодое поколение, дабы напомнить о том, что на Брещене есть с кем гордиться, а также, чтобы не забывали о спорте, который тренируют не только физически, но и морально. Это выносливость и терпение, силу воли и целеустремленность, упорство и уважение к себе и людям, которые рядом. Ведь многие заслуженные люди, о которых рассказывается в данном проекте, уже ушли из жизни. И для получения объективной информации о них приходилось связываться с их родными, близкими. Большую помощь в решении этого вопроса оказали организации, в которых работали заслуженные тренеры. В целом, книга получилась очень ценной, красиво оформленной. И как памятный проект мы надеемся, что она будет востребована как для самих участников, так и для их родных. Чтобы память о них шла через года. Заслуженные дети знают, насколько важен спорт. И готовы пропагандировать его молодому поколению, чтобы мы и дальше могли гордиться яркими спортивными победами. Полина Роцевич, Эдуард Бакунович, Олеся Столярчук. Новости Бреста.